В эфире программа Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. Ближайшие 20 минут о том, что формирует стиль жизни. В начале выпуска стильные решения. Сегодня в центре внимания сочетание черного и белого. Помимо цветов, олицетворяющих новый сезон в одежде, важны и их сочетания. Наступающая весна себе заявляет черно-белой гаммой. Комментирует тренд на примере весенних коллекций стилист Елена Бер. В коллекциях весна-лето 2015 мы видим много сочетаний черного и белого. И это к радости многих женщин, потому что очень многие любят это сочетание. Очень многие умеют его носить, дополняя его какими-то яркими акцентами. Вы можете совершенно в разных каких-то вариациях использовать эти два цвета. То есть это может быть белый вверх, черный вниз и яркий акцент. Это могут быть просто полоски, то есть знаменитый фидипун. Это может быть цвет. Тренд сочетать более двух цветов в образе способен многие застать врасплох. И чем контрастнее оттенки, тем более стильный образ мы получаем на выходе. Черно-белая гамма в данном случае – настоящая находка. В этом сезоне вы должны обратить внимание именно на такие сочетания черно-белого в рисунках, как графика 60-х годов или графика 70-х годов, такая психодеведческая. И вот именно с такими сочетаниями очень хорошо смотрятся в книжке ярких цветов. Для людей, чей гардероб по большей части деловой и так состоящий из подобной палитры, стоит более артистично подойти к вопросу. Сочетание черного и белого – это идеальный вариант для делового стиля. То есть даже если у вас не просто там белый верх-черный низ, а какая-то графика, вы все равно будете выглядеть по-деловому, серьезно, статусно, как такой компетентный, значимый человек. То есть это психологически воспринимается именно таким образом. Кроме того, вы можете использовать такое сочетание не только в деловой одежде, но и в нарядном образе, потому что это действительно очень красиво, нарядно. Поскольку это яркий акцент, это яркий контраст, стоит в них вкладывать деньги в это сочетание, потому что это не мимолетный какой-то пролетающий тренд, это тренд, такая вот консервативная классика. По большей части хроматическая палитра сегодня актуальна в игре фактур и принтов. Что в очередной раз подтверждает, что мода хоть и циклично, но каждый ее виток все равно обретает особенное звучание. Концепция стиля 90-х годов прошлого века предполагала подбирать очки в соответствии с формой лица. Сегодня же очки, как и многие другие аксессуары, надевают под настроение, подавая их в самых необычных сочетаниях. И несмотря на то, что из года в год в моде представлены все известные формы оправ, тенденции проявляют себя в деталях. Сейчас очень актуальны разные формы круглых очков, поменьше размеры и более объемные, воздушные, которые передают разный характер, могут динамичный образ создать, могут более легкий романтичный. Это может быть в металлической оправе, может быть в пластиковой оправе. Круглые очки могут быть украшены также кристаллами, различными элементами. Они могут быть лаконичные, они могут быть яркие, дерзкие. Деконструктивизм, одно из недавних открытий моды, находит свое отражение и в солнцезащитных очках. Коллекция Миу-Миу богата яркими геометрическими формами. Они выражаются и в цвете, это может быть зеверийный цвет, леопард, черепаховая окраска. Это может быть и форма, они бывают более острые, более мягкие линии. А также эти модели могут быть украшены кристаллами. Мода 50-х в этом сезоне представлена о правой кошачьей глаз. Эта форма придает пикантную остроту самым разным характерам. От хипстера и леди-босс до футуристической дивы. Форма моделей кошачий глаз может быть разной. С правым настроением это может быть более агрессивная модель, где более хищно представлена форма оправы. Это может быть более мягкие линии, где более вкругленные формы, создающие разный образ. Очки-авиаторы, а не же капли, своего рода классика оптического жанра, также представлены во всем многообразии. Что касается капель, есть также много вариантов. И более спокойные варианты, классические, и зеркальные, более сочные, яркие, смелые. Это может быть и более прозрачная линза, поэтому в этом году актуальны все варианты. А это авторское прочтение оптической моды. Такие очки из категории аксессуаров переходят в разряд стилеобразующих элементов. Эти модели были выпущены всего в количестве 700 единиц, поэтому это самый настоящий эксклюзив. В линкированной коллекции цветы миндаля прослеживаются сицилийские мотивы, которые очень характерны для дома Дольче и Габбана. Оправы украшены тончайшими металлическими цветами с золотыми лепестками. Как отмечают эксперты, некоторые модели очков выглядят настолько эффектно, что становится уже не важно, что на вас надето. Сейчас я смотрю в оптической моде настолько отработаны, отшлифованы вот эти лекала, что практически каждая модель она садится. Каждая модель, она какая-то продвинутая. И вообще этот сезон, я вижу, дизайнеры настолько постарались, что какие-то тренды, какие-то интересные находки, какие-то интересные комбинации стекол. Ну, с дужкой всегда дизайнеры работали в первую очередь, а сейчас, вижу, начали со стеклом. Очень интересно сочетание фактур. Сезон солнцезащитных очков обычно связывает с наступлением тепла. Впрочем, для настоящих модников не обязательно много солнца, чтобы блеснуть последней моделью Ray-Ban или Prada. Тем более, что этот аксессуар никогда не останется незамеченным. Бутик Елена Миро. Элегантная роскошь Италии с размерами от 46 до 60. Новая коллекция на Ленина 65. Сеть салонов оптики, очки и мода. Все тренды сезона в коллекциях солнцезащитных очков ведущих дизайнеров мира. Новый модный сезон в салоне красоты Сен-Пари. Все виды парикмахерских услуг, ногтевой сервис, косметология. А также новинка сезона – ламинирование ресниц Юми Лейшис. Стильная атмосфера, королевский сервис. Сен-Пари, российская, 118. Телефон 264-57-52. Челябинская городская дума, администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют фестиваль моды «Платье города». 27 марта – театр оперы и балета. В программе – конкурсные работы молодых дизайнеров, VIP-дефиле и специальный гость фестиваля Николай Красников с коллекцией Анна Каренина. Не пропусти модное событие года! Подробности на сайте светлана74.ру и по телефону 263-57-37. Территория тайского спа на российской 206. Подарочные сертификаты от 1 тысячи рублей. Территория тайского спа. Телефон 223-23-20. Девушка с неординарной внешностью и таким же характером. Так в нескольких словах можно описать модель по имени Саша Паника. Более точно ее характеризуют фотографии, которые не раз появлялись на страницах «Космополитен», «Вок», «Харперс», «Базар» и «Эль». На Челябинском мастер-классе модели побывала наша съемочная группа. Модельная карьера Саши Паники началась с неудачи. Первое же агентство заявило о том, что ее внешность не перспективна и предложило просто пройти модельные курсы, что называется для себя. Но Саша не отчаивалась и через соцсети она познакомилась с моделями и фотографами, которые помогли сделать первые профессиональные снимки. «Самый первый человек, в который меня поверил, это моя старшая сестра. Собственно, это был немаловажный момент. Уже позже поверили родители. Вот эти люди, семья, собственно, в этом их заслуга отчасти. То есть я верила в себя благодаря их поддержке. Это, в принципе, немаловажно, когда в тебя верят». Паникой эту позитивную и вполне спокойную девушку прозвали еще в детстве. В то время, чтобы постоять за себя, иной раз приходилось пускать в ход кулаки. «В детстве я вела себя, так скажем, не совсем покладисто. Ездила к бабушке в дюремму в Татарстан и там дралась с парнями постоянно, причем, которые были старше меня, собственно, они начали меня назвать паника из-за того, что я постоянно чештой. «Так, ну как?» Впрочем, решительность и смелость, а также склонность приводить окружающих в состоянии паники, помогли запомниться окружающим и совершить прорыв в модной карьере. «Два с половиной года назад я обрезала свои такие длинные волосы практически на лысо. Вот тогда был переломный момент, когда люди просто видели, что если она может сделать так, то она точно сделает и вот этот, например». Зрителями Челябинского мастер-класса стали визажисты, стилисты и фотографы, с которыми Саша с удовольствием делилась своим опытом. «Сейчас, слава Богу, наступило такое время, когда рамки отступают. Это как и возрастные рамки, так же, как и рамки позирования и прочее, прочее. Сейчас модно не позировать. То есть сейчас мод естественности во всем. То есть чем проще, тем лучше». Фотомодель Саша Паника появилась на страницах таких авторитетных изданий, как «Космополитен», «Эль», «Харперс Базар», «Вок». Она также зажигает танцполы в качестве диджея и пробует себя в рекламном бизнесе. Но все же главным своим делом на данном этапе жизни Саша Паника считает работу модели. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Далее в выпуске. «Дух Лиз 2». 92 минуты душевных исканий на фоне красивой жизни. Самый женский уикенд этого года совпал с выходом фильма «Дух Лиз 2». Кино в прямом смысле о герое нашего времени. Успешном и красивом мужчине. Премьера в кинотеатре, как всегда, соответствующая. Сильные и ловкие мужчины, очаровательные островитянки и интеллектуальные розборши билетов. Нам, в свою очередь, стало интересно, что же девушки ожидают в качестве подарка на международный женский день и что им планируют дарить их половины. Романтический вечер. Ходить очень много можно. Ну а так, что подарит, то подарит. Хорошо. А что вы здесь есть, подождите. Хотелось бы, конечно, машину. Хочу цветов, но цветов я стоп-удово не дождусь. Но не знаю, что-нибудь от чистого сердца, чтобы было приятно получить это, чтобы смотреть на это и понимать, что это подарил себе любимый человек. Ну, у меня в мыслях есть ватман сделать своими руками. Ватман. Ну, ладно, знаете, вот эти жвачки из Лавыц? Там наклейки есть классные, ну, как бы там пронумеров. На ватмане на белом мысле есть слово «люблю», короче, фотографии, там всякие липучки, губка-боба, короче. Ну, вот такое пока плана. Ну, цветы, не цветы, романтик – это само собой уже. Ну, да, сходить в кино, например. Что же касается премьеры, в фильме есть на что посмотреть, кроме красавчика Даниила Козловского. Это эффектные съемки и круто завернутый сюжет и самый непредсказуемый финал. Также самые ожидаемые картины «Марта», красочный, наполненный индийскими танцами «Отель Миригольд», смешной и авантюрный «Мордикай», а также фильм со сложным названием и не менее сложным сюжетом «Дивергент», глава 2 «Инсургент». Востребованность российских дизайнеров связана не только с кризисными явлениями. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что все больше российских модельеров становятся конкурентоспособными и коммерчески успешными. Знакомство с челябинскими творцами моды программа «Бьюти Тайм» продолжает в рамках проекта «Платье города». Меня зовут Денис Сваинна, я представляю самую концептуальную коллекцию на «Платье города-2015». Меня мамочка с детства приучила шить, то есть мы с ней шили платье для кукол, мы с ней шили разные наряды, она всегда была очень красивая, даже помню, там в эпоху кризиса в 90-е она это все перешивала. Получалось каждый раз очень интересно и здорово. И это, наверное, привило, была любовь к этому. В общем, решила пойти на дизайн одежды, мне было очень счастливо. А женщин мне хочется делать элегантно. Манит подчеркнуть талию всегда, манит сочетание, наверное, таких более классических цветов. В том году у меня такое было более элегантное изделие, я участвовала даже с единичным изделием, победила. А в этом году мне что-то потянуло на спорт, именно такой классный спорт, новый спорт, спорт-скэжуал, еще интересный момент, что сочетание прозрачных фактур и плотных фактур. В общем, хочу удивить всем, и формами, и моделями, и разнообразием, подачей, музыкой. Надеюсь, это все получится. На конкурсе «В платье города» в этом году я делаю детскую коллекцию, потому что хочу потом ее подарить своей племяннице, так как у нее в марте будет день рождения. Детям вот все нравится, практически яркое, интересное и необычное. Когда люди все-таки взрослые, у них есть уже какие-то рамки, здесь так неприлично выглядит, или здесь так, как у меня как-то не идет, и так далее. Особенно узко в плане цветов просто. Коллекция состоит из практичных и пышных форм, чтобы девочкам было и удобно, как чувствовать себя принцессой, так и на буднях, чтобы им было комфортно, и в то же время они бы сохраняли этот вкус рождественности. Вы смотрите «Бьюти Тайм», далее в выпуске обзор весенних коллекций. Как сочетать между собой различные предметы одежды, чтобы каждый день был ответ на вопрос, в чем пойти. Современно, удобно, разнообразно. Так можно описать идеальный гардероб современной женщины. Как считает стилист Людмила Жукасова, из всех известных текстильной промышленности материалов, лучше всех данным требованием отвечает трикотаж. Только его нужно правильно подавать. Друзья, для полных лучше не брать слишком фактурные джемпера. Для женщин весомых достоинств. Такие джемпера, они, конечно, все равно имеют некую фактуру. Более гладкие фактуры нужно брать. Но самое главное, всегда все делают эту ошибку, берут в обтяжку кофту. Трикотаж всегда должен иметь свободу облегания. Иногда, если вы чувствуете, что он в обтяжку, нужно взять посвободнее, может быть, на размер побольше. Пусть он будет лучше, немножечко вам чуть-чуть большеват, но сейчас такие тенденции в моде, чем он будет облегать фигуру. Допустим, тот же силуэт оверсайз, то есть как будто бы вещь с чужого плеча, но он моден. И вот с такой вот длинной юбкой тоже модная тенденция. Модные, длинные. И вообще их женщины в последнее время полюбили, потому что они действительно тоже очень комфортные. Трикотажные полотна могут быть представлены не только в интересных фактурах, но и в многообразии цветов. От сдержанных и деликатных до невероятно ярких. Тенденции как минимум 10 цветов, поэтому есть из чего выбрать. Это бежевый, это цвет жареного миндаля, и оранжевый оттенок в моде. С подружками в кафе встретиться, чтобы подружки понимали, что вы не выкомшиты. Либо встретиться с парнем, тогда мы возьмем такие приглушенные тона, юбку длинную и красивого розового цвета джемпер. Такие вот монохромные джемпера красивые можно подать с какими-то юбками из эко-кожи. Допустим, вот такие вот классические брюки, классический трикотаж для офиса, какое-то украшение. И вот такую вариацию тоже подойдет для любой фигуры. Мы можем добавить любой топ внутрь. Вот в нашем случае это белый. Еще одно преимущество трикотажа, что именно с ним в весеннем гардеробе можно создавать любопытные комбинации уже с летними вещами, что в свою очередь повод отвлечься от неустойчивой погоды и сезонной хандры. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Сони Кривой 30. Постельное белье «Тогас». Элитный хлопок, сатин, тенцель и шелк. Бутик домашнего текстиля «Тогас». Братьев Кошириных 159. Диплекс Лазерное омоложение Диплекс Галерея красивых судеб Телефон 211-23-23 Ново-Парикмахерская Угол Сони Кривой 83 и Тернопольской 6 Телефон 777-60-87 На этом все. Выпуски «Бьюти Таймс» смотрите на наших страничках в соцсетях, а также на сайте bt31tv.ru А у меня все. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я» Имидж-студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова